Сегодня готовлю очень вкусное грузинское блюдо – цыпленок табака. Правда, в роли цыпленка у меня выступила почти 2-х килограммовая курица. Но поверьте, хуже от этого никому не было. Начинаем готовить. Берем красивую тушку цыпленка или курицы и режем ее вдоль по груди. Чем меньше будет тушка, тем быстрее она приготовится. Но если вы никуда не торопитесь, берите большую и готовьте на всю семью. Курицу разрезала. Теперь я ее раскрываю как книгу. Если что-то внутри вас не устраивает, вы все можете удалить. Меня устраивает все, поэтому я иду дальше. Сейчас на данном этапе в качестве приправ и специй я беру только соль. Солю курицу со всех сторон и руками хорошо эту соль втираю, чтобы курица вся была соленая и вкусная. Все остальные специи обязательно буду добавлять, но немножко попозже. Итак, курица вкусная соленая. В это время у меня уже хорошо разогрелась большая сковорода, в которую помещается вся тушка. В эту сковороду я наливаю немного растительного масла и бросаю кусочек сливочного для вкуса. И укладываю курицу кожей вниз. В некоторых рецептах предлагают отбить тушку, чтобы она была более плоская. Я не отбиваю, потому что у курицы мелкие кости и зачем, чтобы они раскрошились в мясе. Я просто чугунной толстой сковородой прикрыла эту тушку и отправила жариться до румяного цвета. А пока курица будет обжариваться, я готовлю маринад, которым буду покрывать тушку после обжарки. Для маринада я беру сок половины лимона и вот такой очень удобной штучкой его извлекаю. Дальше натираю 5 зубчиков чеснока. Чеснок берите по вкусу. И вот теперь смело добавляем специи и можно прям побольше. Уцхуссунели, сладкая паприка, молотый кориандр, карри, смесь специй для курицы. Все, что ваша душа хочет. Тут никаких ограничений нет и быть не может. Все хорошо перемешиваю. Дальше добавляю немножко растительного масла, наверное 1-2 столовые ложки, чтобы красивая румяная корочка была и пожирнее была кожа у курицы. Все перемешиваю и в последнюю очередь для вкуса добавляю 1 столовую ложку вкусного кетчупа. Можно взять томатную пасту, а можно вообще обойтись без этого составляющего. Будет тоже вкусно. Моя курица провела на одной стороне где-то минут 7 и посмотрите, как красиво она обжарилась. Очень румяный красивый цвет корочки. Корочка хрустящая, твердая уже через 7 минут. А все потому, что кроме соли я ничего не добавила. Догадались почему, да? Чтобы специи не горели на этом масле и не дали некрасивый темный черный цвет. Курицу перевернула на другую сторону, снова накрыла тяжелой сковородой, чтобы она была поплоще и отправила минут на 10 обжариваться. Через 10 минут перекладываю курицу на противень. Хорошо обмазываю ее этим маринадом, который приготовила, но только с внешней стороны, там где кожа. С другой стороны слишком много костей и пленки, поэтому не вижу смысла там что-то мазать маринадом. Самое вкусное будет сверху. Духовка моя разогрелась до 190 градусов, можно разогревать 180-200. Смотрите на вашу духовку и на время, которое у вас есть на приготовление этой курицы. Моя курица весит почти 2 килограмма, значит запекаться она будет в среднем 1 час. После часа я ее проверю, может понадобиться побольше времени. В то же время смотрите по своей духовке и по величине вашей курицы или цыпленка. Моя курочка провела где-то час 10 в духовке и вот такая красивая она получилась. С пылу с жару уже можно на нее наброситься и всю целиком съесть. Берите любой гарнир, который вам нравится, с чем вы привыкли есть курицу и смакуйте каждый ее кусочек. Лимонный сок и курица, это просто невероятно вкусное сочетание. Это практически для меня открытие этого года. Раньше я как-то не очень верила этим вкусовым сочетаниям, лимон не добавляла к курице. Но с сегодняшнего дня я пересмотрела свои убеждения. Это очень вкусно, поэтому не бойтесь, добавляйте. Возможно кто-то скажет, что я неправильно приготовила цыпленка табака, но знаете, я вам скажу, я ведь тоже не совсем грузинка, поэтому готовлю как умею, ну или как чувствую и выходит очень даже. Готовьте обязательно, пусть и вам будет вкусно. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, давайте дружить. Всем пока!